началось все это но по большому счету я неоднократно рассказывал я восемьдесят седьмом году вернулся из армии два годика ничего не видел и так ситуация довольно сильно и в москве и в мире изменилось и честно говоря столько всего появилась итоги появилось то что мне не понравилось активно и я подумал что в общем такую ерунду ей сам могу делать другой стороны ни на чем не играю никаких инструментов ничем не владею то выбор то был совершенно очевидно это значит надо петь потому что как бы считалось петь уметь не надо ну соответственно выбор панк-рок как бы был вот он уже достаточно очевиден к тому времени панк слушал но очень мало слушал что-то кроме панка не ну как там рокеры да да не менее но модный я даже не я не уверен что это модно скорее было немножко опасно все-таки там конец восьмидесятых казанские беретки головы проламывали все это было вполне себе обычно я не уверен что это был какой-то пункт скорее стиль все-таки и с панком все равно в любом случае мне всегда общаться было интереснее и проще и естественно чем скажем с хиппи и какими-то другими людьми поэтому я не уверен что там были конечно все эти вот всевозможные там увлечения чем-то радикальным анархизмом рот армия фронт красные бригады все вот такие вещи ну я не думаю что это играло какую-то особо особо важную роль до нвп было еще десять лет от того как я состоял все-таки все 90 это прошлись в общем-то без нвп то есть я с людьми со всей этой вот радикальной московской тусовкой то есть я уже общался с начала 90-х все это да но до очень очень долго времени там до конца 90-х нвп не играла какой-то роли в моей жизни в большей степени мы как раз общались с возможными новыми правыми там пропуске нами я уже не помню лазаренко и так далее с подобными вещами и очень многим анархистом как раз вот они это все восприняли очень в штыки скажем такой господи к не помню только человека из саратова очень хороший наш друг он при этом он был одним из лидеров всевозможных анархистских движек в саратове после концерта когда мы впервые спели а ну-ка давай-ка уебывай отсюда он скажет он расплевался сказал что пока я живу в саратове выиграть не будете но самое смешное что где-то через десять лет после этого он как раз уже состоя в нвп устраивал нам концерт в саратове ну вот жизнь она так смешно вращается панк-рок как инструмент может быть каким угодно на самом деле говоришь это исключительно левое движение ну так она наверно так она чаще сложила силу анархизма и так далее но и там правая музыка она все равно вся на панк-рок устроится если мы будем начинать там те же самые мусульдрайвер там в первых пластинках там кроет там тот даже чистой воды панк-рок панк-эндой поэтому мне не будет инструкция я бы сказал что это скорее некая политичная вещь которая просто может принимать любые формы и он совершенно спокойно может быть и левого правого он не как бы не обязан быть чем-то я немножечко возможно уже постарел я не с одной стороны это все очень нравится с другой стороны я чуть-чуть этого может быть и не понимаю потому что мне кажется что в общем-то многие подобные вещи они юзу письки в этом году были уже довольно абсурдно смотрели на мой взгляд а в 2015 я немножечко этом не понимаю то есть я не понимаю зачем быть компанком в 2015 году пока не себя так позиционирует и выглядеть там как по лондонской семье семьдесят семьдесят семього года зачем там в 2015 году выглядеть там как сними шестьдесят девятого ну это просто мне не совсем это ясно и понятно но мы симпатичным на самом деле нравится нравится но не понимает